всем привет меня зовут надежда я рада приветствовать вас на своем канале зеленая жизнь ребята сегодня у нас с вами будет последняя серия проекта про аквагрунт то я сегодня хочу показать свои растения которые в нем участвовали и сделать уже в конце свои выводы и так начнем мы с вами сразу же наверно с маленьких лаказий которые мы с вами пересаживали из аквагрунта в обычный грунт а здесь у меня вместо 3 2 растения потому что одну я уже успела продать выпросили ничего не сделаешь так вот ребят сразу же хочу сделать вывод что хорошо растение в принципе реагирует на пересадку из аквагрунта в обычные ну допустим я не знаю как какой-то другой грунт но я пересаживала кокос с разрыхлителями и все в принципе хорошо фрайд аквариагатная вообще не особо то меня радует до 3 листик новая на снова выдала вот таким вот белым не жизнеспособным я не уверена что с этого растения будет что-то путнее латанская имеет место быть говорится в качестве эксперимента стоит достоит ну а дэвил хорн конечно это вообще это что-то посмотрите как классно развивается растение есть принципе все видно и по корешкам есть все привык парнями и все хорошо с ним все то есть я считаю так что на первом этапе развития до допустим такого что у меня клубенек из клубника то есть клубник я ставлю в аквагрунт вот вот допустим синуата это маленькая синуата которую я нашла в одной из групп по лакозем нашла себе купила у девчонки еще весной и вот мне пришел получается маленький ростик я поставила сразу же в аквагрунт сначала стояла на как бы в тепличке но ей не особо нравится в тепличке потому что она начинает знаете маленько как бы плесневеть вот тоже такой момент до должны вы это понимать и поэтому тоже отслеживайте его посматривайте отслеживайте проветривайте если так нужно то есть разные растения у нас пошли тут уже принципе новые корешки я ее не показывала до этого ну пришла да пришла поэтому я к чему говорю да сейчас если все нормально будет адаптируется 1 2 там третий листик нас насчет выходить и я конечно же сделаю вот такую же пересадку вот такую же как я сделала вот этим маленьким растением почему я по моему в последнем видео которое было про аквагрунт я рассказывала и показывала свое лакозе бомбина но она у меня погибла то есть она стояла у меня в аквагрунте и она у меня погибла я ее похоже либо залила либо еще что то в общем не поняла это было стремительно как это обычно и бывает у аллаказии поэтому вопрос про то во что мне потом посадить мою аллаказию жаклин отпал сразу же то есть жаклин я после этого если я еще говорила на что вы смотрите маленький листик вот смотрите он у нас уже совсем совсем немаленький вот и здесь у нас идет еще новый листик то есть вот здесь маленький новый листик после того как у меня погибла бомбина я тут же жаклин пересадила также в обычный кокос с разрыхлителями ну это что корни уже нормально как бы корни все вопросов нет новый лист у нас вот здесь идет рост идет и я ее поливаю когда у меня то есть я не держу ее постоянно сырой ребят нет то есть я поливаю как обычное растение сверху подсохла открыла стаканчик посмотрела просохла более или менее да так но не не засушила чуть-чуть просто грунт тогда я поливаю поэтому по поводу аллаказии могу сказать сразу ребят свои аллаказии в аквагрунте выращивать то есть выращивать я их не буду в аквагрунте точно однозначно нет я буду их выращивать в обычном своем грунте к которым я привыкла для аллаказии аквагрунт я буду использовать лишь на первых стадиях это клубенек и маленькая детка все на этом точно все я не говорю про то что растение не могут расти и развиваться в аквагрунте конечно же нет но вот еще раз посмотрим на антуриум антуриум черный кида который стоит у меня в аквагрунте на фитиле все с ним прекрасно все с ним замечательно он у меня тут и будет расти в принципе я к нему претензий нет как-то понимаете сразу же раз и пошло пошло значит пошло опять-таки смотрим за растением да также мне допустим нравится как растет и развивается 8 гоню вот такой вот пушистенький у него листочки в принципе нормально разворачиваются вот они молодые листики они разворачиваются вот но новый лист идет помните да что мы делали с вами вот такую посадку здесь фитиль немного воды и это все аквагрунт просто ребят видите дело в том что вот на самом деле это эксперимент но на самом деле эксперимент по-другому не скажешь потому что сам по себе аквагрунт и я вот для себя сделала вот для вот таких вот больших взрослых растений но это расточительство высаживать в него и выращивать потому что он не дешевый зачем смысл ну с этим тингониум по идее была оправдана да потому что он мне не разворачивал листики больше ни в чем в аквагрунте он у меня растет и разворачивает листики но вот в таких случаях можно да а по колонну все растения взять и пересадите в аквагрунт это дорого это дорого также смотрите арбифолия да еще раз покажу как развивается вот это пенек который у меня остался скажем так здесь мох кора здесь прекрасная у нас корневая видите она у нас уже ушла здесь новый рост идиот новые листики разворачивают эти два новых листика вот единственное что говорю что эти края они маленько подсыхают мне так поняла что это вообще особенность этого растения то есть рано или поздно эти листики все равно будут подсыхать скажем так это был пень то а вот эта макушка этого растения которые я переукоренила в воде да и поставила в аквагрунт я сделала ей посадку я сделала уже ей посадку как вы видите постоянную то есть я взяла прям фитильная кашпо и все и пересадила пересадила я без вас помните я вам говорила что было много-много пересадок это вот как раз тот самый момент когда я много-много всего пересаживала вот эти есть уже вышел новый корешок здесь у нас и не тот старый листик пускай на нее и будет то есть вот этот старый листик туркар хороший я ее если честно часто пересушивала пересушила в этом аквагрунте вот здесь у нас тоже идут видите новый листик у нас здесь идет так что ну вот допустим вот такое небольшое растение еще пока не интересно аквагрунт у меня есть поэтому и кашпо фитильная у меня есть намного больше поэтому посмотрим как будет развиваться и если все будет нормально ну допустим такое растение я могу переставить на аквагрунт еще знаете такие как бы потом смотрите у нас было на аквагрунте два растения это moonlight сциндапсус я тоже его взяла и пересадила пересадила я его в обычный свой грунт и вот такой вот кашпо лагуна потому что тоже постоянно не доливала то есть у него листики были постоянно сморщенные страшненькие то есть я подойду они раз трубочкой скрутились я поливаю как только я пересадила вопрос сразу сам по себе отпал потому что я стала ну как бы нормальный ему хватает сейчас на данный момент пока этому растению хватает влаги и вот новый листик раскрутился и как бы хватает ему для этого сил ну не могу не нарадоваться свое с 8 гоним ледяное сердце я его кстати тоже пересадил из аквагрунта в обычный грунт свой вот чувствует он в себя хорошо если честно я думала что я уже потеряла это растение но все-таки он у меня будет будет расти развиваться и я надеюсь что я его снова выращу таким же пышным кустик у которого он у меня и был то есть вот эти все растения я по пересаживала да знаете чему была очень очень удивлена в свое время когда говорила что у меня в этом проекте еще участвовал мой хлорофитом океан как вы помните да вот малыш знаете а ему аквагрунт вообще не зашел совсем то есть он в нем перестал развиваться листики у него стали темнеть и темнете они стали уже даже кстати это все выходит от основанием от новой листики и эти листики у нас уже все не никакие я его пересадила в свой обычный грунт ну то что он вот так вот наклонился кто же сам по себе хлорофитом океану так вот и скажем так под наклоном растет и большие растение у меня тоже под наклоном растет и все понимаете он после этого как стартану то есть все вот эти листья которые у него были плохо плохие найти темные страшные я и все конечно по убирала уже потому что это все новые листья понимаете усказалось бы да какой то там хлорофитом а нет ему вообще это не понравилось ну по крайней мере в моих условиях это точно так что вот ребята хлорофитом не зашло так сейчас я оттену взглядом по-моему по-моему так ты всех показала осталось только моя монстера тайское созвездие давайте на нее тоже посмотрим мы с вами и делали посадку в аквагрунт и закрепляла я ее пеноплексом у нее очень быстро ушли корни вниз поэтому я приняла решение ее пересадить тоже в обычный грунт ребят чтобы она уже все развивалась в грунте то есть это у нее вот аквагрунт был знаете как вот маленькая ступенька вот этот самый толчок который вот и нужный был то чтобы пошли корни и мне тоже поэтому я ее быстро пересадила давай вот такую вот посадку то есть здесь у меня как бы остался фитилек до который вот был потому что на этом фитильке завязаны у меня уже корни поэтому в стилек я убирать не стала вот у нас пошли ну то есть вот так вот корни хорошо у нас в грунте корни но так как видите сам по себе стаканчик был конечно большеват поэтому я также зафиксировала пеноплексом ну я думаю что пеноплекс скоро можно будет убирать потому что ну корешки развиваются очень хорошо я подливаю воду просто вниз и корни подтягивают ну и сам по себе из-за того что там есть фитилек вся посадка хорошо довольно таки увлажняется я жду от нее просто единственное что новый листик но я думаю что он скоро уже точно будет потому что ну корни идут роста идут ну что тут вопросов к растению больше нет тайское созвитие у меня все-таки есть и будет поэтому я этому очень-очень рада я очень рада что это растение у меня все-таки осталось и убежал от меня никуда так что вот ребята конечно судите вам я хочу сказать так что я очень рада я очень рада что я познакомилась с этим грунтом я очень рада что он у меня есть и конечно же он у меня будет всегда то есть как помощник как тот самый грунт который нужен мне допустим для какой-то реанимации что-то там знаете но это здорово или это здорово когда есть и когда ты умеешь им пользоваться да и когда он идет во благо это вообще конечно здорово поэтому но массовые какие-то посадки до чтобы оставить то у меня допустим мой универсальный грунт и так вокруг конечно же нет он у меня есть будет но вот только вот на таких восстаниях и хочу напомнить вам как здорово отделяются корешки у маленьких аллаказий которые проросли до из клубника когда мы их пересаживаем да то есть это из муха мы по эти корешки там еле-еле распутываем повреждаемых аквагрунт раз трес и но это как бы здорово поэтому для маленьких растений конечно же у меня этот грунт будет я очень рада что я умею им пользоваться я надеюсь этот проект был интересным может кому-то полезным я благодарю вас за то что вы меня смотрели до новых встреч и пока пока